и снова здравствуйте всем привет и так немножко еще по marvel хочу пройтись и сделать вот этого халка под анимацию открыть ему рот ну и чуть-чуть наверное чуть-чуть попеределать так в принципе он у меня неплохо так получился но требует конечно доработок так вот что хотелось бы многие вроде вроде бы так нормально давайте чуть-чуть его клей билдоп и попеределать надо вот здесь вот вот эти руки так значит что это браз автомаскинг бакфейс маск дальше что делаем уменьшаем до двойки так теперь так пальцы вот эти я сейчас заменю кисточкой я тогда помню с ними помудился именно сгибал как на модели делал так ссылка на то как делался этот халк в описании так сейчас я все это дело немножко попеределаю так вот это тоже так что тут еще вот не забываем все закрашивать потому что потом все это будет тянуться как их симметрию отключаем здесь я control alt очищу так здесь control разную маску ротация control и инвертация так теперь вот сюда руку значит вытягиваем и наверно мов чуть-чуть кверху поднять вот так так эту часть я подправлю так что еще тут можно сделать это значит давайте вот эту замаскируем кисть control alt чуть-чуть поровней все здесь очистим control w и значит ее долой так есть такое дело это геометрию модифика положи делал хидом делаем термира and will так вот эту часть я еще тоже выровнял как локоть не трогаем ротация контроль и ротация контроль и чуть-чуть вот так вот подправить теперь мира and will ставим кисточку мофта пола джим вот эту часть все тоже можно шрифтом выгладить сейчас тут я все перелеплю так это будет у него подмышка так крылья так это у него бит суха здесь выглаживаем что у нас сеткой давайте сетку посмотрим вроде небольшая но я все равно сейчас буду переделывать и наверное сделать нужно так замеш делаем дай намешь сначала и посмотрим как он будет работать ого один миллион нам не нужен так дай намешь 38000 ну в принципе нормального выглаживает теперь хорошо сейчас все будем это дело менять так модифита позже мира and will здесь подбросать тасс оформить голову чуть-чуть наверное тоже сейчас переделаем кисточку так 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 вот брас рабочий стул и где у меня тут кисти рук вот они вот это моя самая любимая кисть так делаем дубликат так это control w делаем дубликат и вытягиваем кисть так кисточка стандарт мов включаем гизму и всю эту кисть подставляем вот сюда так что тут получается вот сюда и перекручиваем опа хорошо конечно чтобы она была большой вот эту часть тогда будет эффектно удары какие-то там еще что-то здесь побольше сделать сейчас под надуть надо так отделяем теперь все это дело control w control shift скрываем тело del hidden убираем делаем мира and will так ну вроде бы симпотно так теперь что еще можно сделать так это н давайте поработаем сразу с головой а потом уже будем дальше все это делать доделывать так голова делаем голове сейчас маску как обычно так кисточку поменьше так control z control 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 alt верхнюю губу очищаем ну и здесь на побольше вот эту часть чуть-чуть тоже замаскируем так control w и теперь делаем дубликат так у верхнего саптула оставляем только голову делаем делал хитином а у нижнего саптула оставляем только челюсть делал хитином так всё это дело с помощью ротации без гизма давайте откроем с помощью мов выведем вот так вот вниз так 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 чуть-чуть назад вот так вот теперь вот эту часть сравниваем значит со щеками так а верхнюю часть чуть-чуть подтягиваем вот сюда вот ну и по старым роликом значит делаем дайномеш чтобы все это дело закрыть делаем дайномеш так control z голова из культуры с альфа шестая поэтому сетка тут трисы так хочу чтобы он четкий оставался чтобы потом меньше переделывать о ну и скрываем через shift и через alt так control z ставим кисточку play build up и через alt так и к симметриям вот здесь делаем такой вот паз вот так есть такое дело теперь то же самое делаем с нижней частью вот этой губы челюсти так сейчас будем вот эти вот порывы закрывать так их можно shift выгладить и набросать массы сначала накидываем массы все-таки тут губа сейчас все это дело докорректируем ну и делаем control левая кнопка мыши все вы видите что закрылись все наши вот эти порывы пустоты и через alt можно еще это дело тут углубить чтобы именно челюсть легла и был место вот так нормально все было так смотрим все нормально так что еще хотелось бы наверное нужно вот эту губу вот эту губу чуть-чуть ниже опустить чтобы она не срослась так тогда челюсть нужно побольше вот так вот растянуть так ну а когда все слепится мы это дело потом еще пролепим подкорректируем так вот эти части чуть-чуть сюда так это сюда ну вот что-то в этом духе так что у нас тут чтобы все заходило именно в меш вот здесь еще пролепить придется так и хотелось бы еще сделать почетче глаза глаза именно когда за ремешем понижаешь полигонаж они исчезают и получается что в зебраж фу в блендер пардоньте начинаешь когда делать анимацию именно для глаз не видишь где эти веки находятся и тянешь просто то что попадается так это я все пролеплю опять же он будет чуть-чуть изменен ну не чуть-чуть возможно даже побольше поменяем мы тут черты лица так это пока как набросок волос я хочу тоже это убрать и волос будет делаться отдельно так а ну-ка получится сейчас его полностью сгладить было бы хорошо так да получается вроде бы как ну хорошо еще не залезть куда не надо так что-то получилось ага вот эту вот голову хорошо бы сделать скульпту с альфа шестой флатеном здесь вот есть конечно флатен так где он называется планар вот он и полиш ну они мне как-то не очень нравятся как-то они слабовато что ли тут выглаживают так а где тут может вот эту прибавить такое чувство как-то он массы накидывает а не убирает ну да может через зад надо ну да ну да там Продолжение следует... Так, есть такое дело, страшновастенький, конечно, но ничего. Он таким и должен быть. Сейчас еще ухо подкорректирую тут. Так, погнали накидывать. Так, кисточку чуть-чуть побольше. Так, тут через Alt нужно убирать, чтобы пространство было за ухом. Так, и с помощью мофта Полуджи давайте все это дело... Так, вытянем его. У него-то уши маленькие, но... Вот чуть-чуть, наверное, побольше все-таки сделать. Так, и здесь височная часть. Так, ухо чуть побольше. Молочку чуть вглубь, ладно, можно увести. Так. Ну и опять же давайте чуть-чуть выгладим. И вот здесь вот поднакидаем что-то этакое. Так, есть такое дело, только вот здесь вот нужно чуть-чуть еще, наверное, углубить как-то вот так вот. О! И тогда чуть-чуть еще докидать. Так, смотрим. Сейчас нужно еще шею будет поработать. Я хочу чуть-чуть все-таки вытянуть. Это получается мофта Полуджи. Вот так, вот эта часть. Так, кисточку еще побольше. Так. Смотрим, что получается. О! Уже вроде как он посимпатюшней. Может, правда, его стилизованного сделать. Жалко, что у меня не прямой эфир. Может быть, кто-то посоветовал бы что-то. Так, это чуть-чуть шея должна у него видна быть. Сзади вот этих вот наростов сильных не надо, но закрылки должны быть дальше у него вот эти. Так, вот так вот. Ага. Сейчас все это дело опять же подкорректируется. Включаем тело. И я думаю, что тело вот это... Так, тело нужно чуть-чуть опустить. Угу. А ну-ка. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Так, если что, еще поднимем. Опять же, мы клейбилдом. Ну и погнали еще преобразимому вот эту массу, значит. Так, здесь у нас идет плечо. Здесь идет тоже мышца. Так, бицуха. Я в прошлый раз вот с этим телом не помню, что происходило. Ну, я ролик переглядел-то, как я его делал. Так, здесь вот мышцы тоже идут. Так, и грудину чуть я, наверное, ему пошире сделаю. Так, это Мира Энтвэл. Так. Здесь у него при перетяжке подтянуло вот эту широчайшую. Значит, нужно вот эти мышцы чуть сюда накидать. Здесь идет, значит, у него трицепс. Здесь идет локоть. Здесь идет предплечье. Так, здесь вот идет кость. Так. В чем тут вот вся фишка? Когда будет он рукой именно крутить, я не хочу, чтобы у него получалось вот с этого вида будет рука плоская. Вы видите, да? Я уже там анимацию переглядел. Не очень она так красиво выглядит. Так что лучше делать цилиндрическую форму со всех сторон вот эту. И те, кто говорят, посмотри на анатомию, ту-ту-ту-ту. Книг по анатомии у меня много. Глубоко я стараюсь не залазить в анатомию, потому что, ну, я не хирург. Мне нужна просто общая масса. Вот, допустим, если масса симпатично выглядит. Вот это вот локоть. Тридцепь чуть это. Вот бицепс, да? Вот он выпирает. Да, базара нет. Но это, если ему вставить кости, чтобы бицепс, как сказать, сужался вместе с этим. Я это, ну, как, надо пробовать, экспериментировать. Вот именно для качков нужно подстраивать как-то по-другому именно риги. Так. Там чуть-чуть надо с руками подумать, как сделать, чтобы, когда рука будет сжиматься, и сжимался бицепс. Тут кость должна стоять и работать именно на сжимание, на растягивание и сжатие. Так. Здесь у нас таз. Так. Икс симметрия. Так. Крылья чуть-чуть побольше. Здесь чуть-чуть поменьше, попухлее. И вот сюда их назад. Вот так как бы горбиной. Так. Что у нас получается с тазом? Так. Это у нас. Побольше шифтом. Вот так как сетка у нас вот такая. 38 тысяч полигонов. То пока на вот этой сетке накидываем массу. Корректируем тут всякие части. Вот тут эта часть чуть уходит вглубь. Так. Здесь у нас получается таз. Здесь у нас паховая зона. Так. И кстати вот в первых вот этих фильмах про Халка вы видели, что делали Халка такого весь, все мышцы видно было. А уже в последующих фильмах у Халка такой проработки, ну прям явно, ну видных сильно таких вот прожилок нету. Его более-менее приравняли, ну как сделали, он же все-таки человек. У него где-то жировая масса. Сейчас вот появилась жирок. Раньше он был суховатый. Так. Это вот так. И вот сюда выходит. Вот эта часть здесь выравнивается. Здесь у меня хорошо получились вот эти вот голени. А вот эту ногу-ногу. Вот как сделать вот эти вот, допустим, пальцы, да. Вы берете, так, это здесь уже Ctrl-D, Ctrl-D на повышенный полигонаж. И добавляете, допустим, вы можете взять любую уже ногу, скачанную. И просто растянуть ее вот так вот. Сделать как именно сплюснутую такую, вытянутую. Так, ногти я не буду проделывать. Не столь это важно. Главное, чтобы нога напоминала именно ногу. Правильно? Так, здесь чуть потоньше сейчас будет. Так, здесь у него мягкая масса. Вот это вот. Так, здесь палец, шишка. Здесь чуть вытянутая. Так, это костяшка. Здесь вот как бы двойная она идет. Ну, чтобы выделялась. О, вот так нормально будет. И вот здесь у нее как бы должен отход быть напоминающий такую кость. Не сильно вырезан, но все равно должна быть. Так, что тут теперь? Пятка, пятка. Здесь вот тоже жилы. Вот здесь две жилы у нас идут. Так, и вот здесь тоже косточка. Только она идет. Так, она идет чуть повыше, чем та. Тут две косточки. И отнутренней, вот вы видите, наискось должна идти. Так, здесь тоже косточку. Так, здесь тоже переход. Немножко подработать. Так, здесь выглаживаем. Пока придаем именно внешний вид. Так, зад пусть плюснутый у него будет. Просто у него... Вот здесь вот мышцы перекрывают вот эти вот. Так, здесь у нас вот так идут мышцы. Тенц, 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 тенц. Так, это все потом выгладится. Пока наметки кидаем. Так, это вот так. Это вот так. Так, здесь большоватое. Нужно чуть-чуть ее сгладить, чтобы таких не было. Дырок. Так, что-то в таком духе. Здесь чуть побольше. Так, это пошире. Так, вот здесь вот нужно сделать позвоночник. Так, здесь вот. Вот эта мышца, она треугольником вот так идет. Так, и к шее уходит вот эта часть. Отсюда у него получается как бы горб. Так, вот это все дело выглаживаем. Так. Потом все будет это гладко, когда сетка поменяется. Так. И что еще? Вот эти части я хотел бы еще побольше накидать. Вот эти и покруглее. Так, вот. Вот так вот. А ну-ка. Ну да. Уже вроде бы. Но здесь вот надо побольше плечо накинуть. Потому что что-то оно не смотрится. Хотя здесь масса правильная уже. Так, здесь вот сюда. Задняя часть. Так, это спереди тут. Закромачивать. Ага. И чуть-чуть, наверное, срастим ее с грудью. Так, вот здесь вот так поглажим. Так. Переход. Так, а теперь небольшой эксперимент. Если мы все это дело вытянем. Вот так. И чуть-чуть опустим. Он так же лучше будет выглядеть, правильно? Ну, вроде как, да? Угу. Так, когда опустятся плечи с костями, тут будет еще ключица. И вот вопрос, как тут все это дело потом будет выглядеть. Так. Теперь получается, через Alt выбираем руки. Надо привыкать через Alt работать. А то я через N клавишу постоянно. Так. Мира, N2L. Так. Голову двигать пока нельзя. Нужно голову объединить с челюстью. Делаем. Так, сначала сохранюсь. На всякий случай. Файл. Save As. Рабочий стул. Hulk. Так. А теперь объединяем голову с челюстью. Merchdown. Ок. Так. И можем смело теперь это все дело тут еще двигать. Так. Что у нас получается? Вот это дело нужно сюда еще вытягивать. Тогда тянем с помощью Moft Topology. Вот так. До ключица аж. Так. И чуть-чуть. Шею значит побольше. Так. Угу. И тогда вот эти закрома чуть-чуть подальше. Так. Во. Горло потом доработаю, когда все это склеится. Что еще получается? Ну, в принципе, такого тут серьезного ничего нет. Вроде все мышцы видны. Так. С этой частью она тоже должна быть овальная. Тогда будет лучше смотреться, повторюсь. Так. Сзади плечевой пояс вот этот вообще нормально. Грудина. Можно грудину сделать чуть-чуть по квадратнее. Вот так вот. Раз. И попробовать вот эту часть еще приподнять. Так. Здесь у нас вот эта часть должна еще вперед выходить. Так. А вот эту часть чуть-чуть вот сюда. Угу. 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 Эту часть чуть поменьше. И чуть-чуть вытянуть. Угу. Так. Здесь ноги. 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 Если сейчас вот ноги тут тоже сильно прорабатывать. Так. Тут вот ребра. Так. Давайте ребра все-таки наметим. Да. Если ноги сильно прорабатывать, то тогда, я думаю, тут же штаны будут. Зачем столько всего? Так. Это у нас подмышка. Здесь у нас ребра. Так. Здесь через альт чуть-чуть подчищаем. И накидываем, округляем вот эту широчайшую. Угу. Так. 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 Продолжение следует... 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 Так, здесь у него беспорядочно накидом. Что ты такого долго сохраняешь? Так, теперь с помощью MOV попробуем, давайте, повытягивать что-то, это значит, вот сюда, вот так и так, иксимметрию надо отключить. Спасибо. 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 И чуть-чуть добавим вот здесь вот так вот раз. здесь уже можно и к симметрию и по чуть-чуть и так вот просто массы прибавить этот типа создать вид как будто это правда волосу так то тут где-то по верхним вот этим можно еще по проходить так вот где-то переходы какие-то создать тут где-то через alt чуть-чуть по прибраться здесь вот тоже чуть-чуть этако вот уже вроде бы похож так теперь что еще можно сделать давайте попробуем морду лица ему растянуть так будет получено о том как-то квадратно-гнездовой вот так уже он прям такие похож есть такое дело так теперь нужно шеи шеи вот эти вот мышцы эти вот с чуть-чуть через alt где-то прибираем горло чуть прибираем накидываем здесь массу вводим в этот бок так здесь кадык добавляем здесь через alt так ну вот эти вот мышцы нужно чуть-чуть увести наверное в углу вот сюда вон и челюсть она еще по большему сделала и ухо чуть-чуть отведу вдаль так здесь теперь чуть-чуть еще вот по профиле подправим так шея чуть-чуть кадык сужаем так но это уже объединиться нужно будет тут переходы по поделать так голова чуть-чуть поменьше так вот так вот ну вот другой персонаж уже так теперь n панель тело выбираем мы давайте штанишки порисуем так через контру так ну и где-то чтоб потом не вырезать контру alt где-то вот такие вот какие-то порывы вот так вот сделаем так симметрично может не надо делать их симметрию отключим и через control значит здесь поменьше здесь чуть побольше порыв так есть чуть-чуть уберем его так эту часть оставим ну чтоб порыв был нормальный вот здесь вот можно еще стеночки добавить потом они сотрутся и сотрутся и будет тут прикольно так что-то в этом духе делаем что экстракт большие слишком штаны на потоньше их так нацепт снимаем теперь зайдем так не будем никого заходить сделаем дайномышная геометри делаем дайномыш на резолюцию побольше так вы видите что гадость какая-то тонкая стала даем но теперь значит без деформации инфлата ну и делаем теперь геометрии дайномыш дамс кисточка клэй билда погнали так это дело так как же так это уже эксиметрию включаем так и вот так вот так что вот увидите что мышцы мышцы здесь в принципе прорабатывать на ногах сильные не надо было потому что тут 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 можно чуть по прибраться и сделать вот эти вот как их называют складки это стандартная кисточка через alt так когда мы их намалевали мы их теперь выгладим побольше вот так а потом клэй билдов еще доработаем так есть такое дело вот это вот не штука совсем тут мне нравится здесь будет матне здесь должно быть все выложено так значит здесь будет ремень если должна какая-то такая вот часть быть здесь вот как-то так наверно и значит м открываем нашего персонажа через альт я вот это вот все дело приберу потом там может где-то дорисую как м выбираем штанцы кисточку чем поменьше и у того тын дин 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 чуть чуть делаем где будет замок как здесь уже тин дин 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 дорисовываем такие вот складки такого уже по приколу так здесь вылаживаем наш вот этот порыв и чуть-чуть где-то его так дорабатываем так вот кант какой-то сделать так так Продолжение следует... Продолжение следует... Так, еще вот здесь надо чуть-чуть добавить складок. Так, это вот сюда складка. Через Alt. Пробираем, добавляем. Так, вот так. Сюда как бы уходим. И чуть-чуть, наверное, вниз. Так. Кисть стандарт. И вот так вот. Просто рисуем направление, допустим. Так, здесь Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Значит, здесь от паха идут все сюда. А здесь получается отсюда сюда. Так. Теперь все это дело выглаживаем. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну и добавим давайте ремень. Ремень будем делать опять же кисточкой. Так, одна кисточка уже по прошлым роликам я показывал. Так, где она тут находится? Так, вот она. Курс. Стрэп снэп. Я хочу попробовать кисточку, именно которая скачана у меня давно. Я её не пользовался. Так, а чё ж она не высвечивается? Так, кисти ремней. Это значит лодбрас. Что тут? Милитари. Я её не пробовал вообще. Ну, бляхи вроде симпатичные. Так, порисуем чуть-чуть. Вот этим, наверное, что тут получится. Вот, да, нормальный ремень. Так, иксимметрию отключаем. Так, а вот это что такое? Так, не есть хорошо. Ctrl-Z. Ну, вот этот получше будет. Так, поменьше Draw Size. Демс. Ну, вот. Так, и теперь, ого. Что-то я его сюда завёл. Ctrl-Z. Так. Так. Почему я его тут развернула? Так. Ну, вот уже получше. Так, есть такое дело. Только нужно его чуть подальше оттащить. Вот так. Ещё чуть-чуть. Так. И чуть-чуть, бляху, наверное, наклонить. Так. Ctrl-Z. Ну, ладно, я тут я отмечу. Потом застегнётся. Так. Так. Делаем модифитопологи мира and well. Ничего. Прикольно. Такой. Всё, защелкнулось. Замкнулось. Прикольно. Так. Может, её чуть-чуть побольше нужно сделать. Так. Кисть стандарт. И чуть-чуть, наверное, вот так вот. Вот так будет получше. Ну, а теперь кисточка Moff Topology. И чуть-чуть нужно его... А, он ещё не активен, наверное. Так. Делаем. Ctrl-W. Split. Crope. Split. Ок. Угу. Так, это дело есть. Так. Ну, и добавим вот эти петельки. Это значит, Open добавляем вот этот Ring 3D. На него переключаемся. Так. Его перекручиваем. Так. Что тут можно сделать? А можно его обрезать. Так. Сохранение проходит. Так. И так. делаем скайл можно чуть-чуть значит плюс 0 так вот так побольше делаем скайл ну и чтобы он симпотно смотрелся наверно побольше сделать вот эти петли в принципе если бы он превращался постоянно вот в такого гиганта даем халка он был постоянно бегал голый это факт у него даже эти бы станы не остались даже если бы они резинкой были да да было прикольно но цензу рождан нельзя так теперь через control вытягиваем все по прошлым роликом подгоняем можно вот оставить штаны только и ремень с этими причин дал им чтоб ничего не мешало так ну еще одну так вот сюда наверно повторяю я вытягиваю через control зажатый control левая кнопка мышь так но эти части сейчас уже под натянем тоже так делаем control и вот сюда еще одну поставить сзади так чуть-чуть можно сплюснуть наверно ну и погнали их теперь корректировать снимаем маску и вот так чуть-чуть сильно ровно не делаем чтобы грубовато было короче так ну за у у у у у у у так и делаем все это делал геометрии мира and well так чуть-чуть откорректируем нормально чуть-чуть приплюснуть штаны немножко тоже тут честно подкорректировать здесь вот подтянуть так вот выровнять так и к симметрии желательно так что у нас с ремнем это время тут даже есть поле клуб это же прикол прикол так ремень вот весит 17000 полигонов я его наверное такими буду экспортировать в блендер чтобы потом качество его не потерять потому что при взрыве мыши вы уже видели наверное насколько хуже становится модель если она еще забрать при миллионе там при 500 тысяч полигонов смотрится то уже в блендер это получается не очень интересная штука здесь вот какие-то вырезы пятаки ну ладно не суть вопроса это от маски наверно так ну вот что-то в этом духе теперь значит нужно разобраться с руками м делаем так кисти рук я хочу чтобы они были потолще значит что делаем добавляем control-d 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 теперь делаем деформация и делаем инфлат ну так чтобы пальцы слишком близко не подходили чтобы здесь потом не срослись вот так вот так вот этот палец можно побольше сделать вот так вот все мне нравится квадратные пальцы вот когда на моделях именно с кубок сделаны вот тогда они смотрятся прикольно так это значит чуть-чуть так но это тут потом подкорректируем уже костями так здесь тоже побольше так вот здесь вот смотрите если делать теперь анимацию увидите что перехода как такового нету и вот чтобы кисти гнулась лучше тогда обыграть и и вот натянуть наверх тогда руки у то пусть она тогда вот так как-то слеплена будет так и у здесь будет сгиб так вот все пока с этим делом все в следующем ролике надо рассмотреть будет покраску именно в блендер у вас там многие пишут что то не получается ну и раскрасить я вот этого персонажа возможно в блендер и раскрашу все всем пока до свидания